В минувший четверг, 12 февраля, на прошедшем заседании Далговпилской краевой думы депутаты утвердили бюджет края на 2015 год. Доходы в этом году составят 22 миллиона евро, а расходы 22 миллиона 800 тысяч евро. Но о дефиците бюджета говорить не стоит, так как в ближайшее время будет взят заем на сумму в 2 миллиона 700 тысяч евро, а по другим кредитным обязательствам будет отдан 1 миллион 900 тысяч. Оставшаяся разница как раз и устранит имеющийся дефицит. Взятые обязательства по займам составляют где-то 10% от наших доходов. Это предел 20%, которые можно использовать у нас, а не только 10%. Конечно, если мы были побогаче, мы брали бы меньше займа, но это хорошая все-таки возможность обеспечить предфинансирование всем проектам, которые мы начинаем. Доходная часть бюджета прежде всего формируется из выплат подоходного налога и государственных целевых дотаций. Конечно, всегда хочется получить больше средств, но приходится довольствоваться тем, что есть, и уже из этой суммы выделя деньги муниципальным структурам. В этом году на образование из бюджета края будет выплачено 7 миллионов 400 тысяч евро. Из этих денег по-прежнему будет оплачиваться питание учеников 4-6 классов, а также 5-6-летних воспитанников детских садов. Кроме того, часть суммы, а именно 58 тысяч евро, предназначена общеобразовательным учебным заведением для участия в 11-м празднике песни и танца латвийских школьников. Самая основная и расходная часть у нас составляет на образование, хотя она по предыдущему году уменьшилась, но все равно в связи с тем, что проекты у нас скончаются, 8 школ, которые были включены в реконструкцию, но все равно у нас самые большие затраты на образование. На социальную защиту депутаты выделили почти 3 миллиона евро, а на медицину будет потрачено около 350 тысяч. На социальные пособия предусмотрены 553 тысячи. Кроме того, самоуправление по-прежнему будет оплачивать 3 дня нахождения в больнице пенсионерам края. И на предоставление этой услуги выделено 30 тысяч евро. Большой процент у нас, конечно, составляет и расходы на администрацию, поскольку у нас 19 властей, но мы хотим и продолжить, чтобы было по возможности, больше возможности жителям ближе к их расположению и получить все услуги, которые дает Пагастопару. В связи с этим у нас, как я уже говорила, 4,6 миллионов у нас евро будет на администрацию, но в том числе и 100 тысяч – это резервный фонд на всякие случаи. И большие затраты у нас, к сожалению, по взаимозачетам с другими самоуправлениями за тех детей, которые учатся в других самоуправлениях. Это где-то 650 тысяч евро составляет на наш край. Кроме того, 10% из общего бюджета будет выделено на культуру, 18% на уход за собственностью, а на экономическую деятельность и охрану среды – 6%.